Научный факт В этой истории действительно остается немало вопросов, на которые мы попытаемся ответить в этой программе и отделить научные факты от мифов и домыслов. Приветствуем нашего первого эксперта, летчика Андрея Литвинова. Итак, Андрей Александрович, вертолет Белл-212. В чем его особенности? Ну, небольшой такой вертолетик. Его вначале делали для Канады, для военно-воздушных сил. Ну, американцы летают на нем много. Ну, где-то они его лет 10 назад, по-моему, в 2014 году вывели последний вертолет из своего парка. Там заменили на другие вертолеты. То есть, он такой старенький вертолет. Ему где-то в 70-х годах, это, по-моему, в 68-й или 71-й год впервые он полетел. То есть, вертолет достаточно такой устаревший. И модель устаревшая, и сам вертолет устаревший. Поэтому его 10 лет назад и вывели уже из эксплуатации американцы. Как именно этот вертолет попал в Иран, мы только можем догадываться. Там сейчас санкции очень серьезные в отношении Ирана и напряженные отношения с США. Возможно, эта машина попала еще до Исламской революции в Иран. То есть, получается, что ей на около 40 лет, если не больше. Да, допускаю, конечно. 40, может, больше даже. Скорее всего, это до санкции. Эти вертолеты такие, они распространены. Он такого небольшого размера, там, на 8-10 человек пассажиров, 2 человека экипаж. Вполне возможно, что он достаточно такой устаревший и давно уже находится в Иране. А сколько вообще подобные вертолеты могут эксплуатироваться? Ой, в зависимости, как за ними ухаживают. Наши вертолеты Ми-8, он был тоже в 60-х годах разработан. По сей день летают, и им по 60 лет уже этим вертолетам. В зависимости, как его эксплуатируют и как за ним ухаживают. Проходит ли он техническое обслуживание вовремя, как вовремя делают техосмотр, следят за ним. То есть, если вот при хорошем уходе, он может долго летать. Ну вот с техническим обслуживанием как раз могли быть проблемы. Опять же, из-за санкций никаких запчастей не поставляется. Или все-таки уже возможно было за этот период наладить производство своих запчастей? Ну, Иран как-то приспособился. Как-то там они через третьи страны покупают там запчасти. Что-то сами научились делать. Давно они обходят эти санкции. Ну, правда, никаких новых самолетов, вертолетов у них нет. Это все устаревшие такие модели. Поэтому на эти старые модели проще изготовить запчасти и сделать с кустарным способом. Потому что сейчас современные там самолеты, вертолеты, они, конечно, там напичканы электроникой. И уже не так просто. Это сродни тому, как, допустим, на Кубе делают запчасти на наши советские автомобили. Там по сей день ездят ГАЗ-21 машины, Волги старые и Жигули старые. Вот как-то они там приспособились, делают запчасти и катаются на них. После этой авиакатастрофы глава Минтранса Турция, а Турция начала тут же мониторить небо после того, как стало известно, что с вертолетом что-то случилось. Так вот, глава Минтранса заявил, что у вертолета была отключена система подачи сигналов о полете. Или вообще эта система отсутствовала. Это как такое возможно? Ну, на вип-рейсах возможно. Я допускаю это. Потому что летит спецрейс, летит президент. И, скорее всего, вот эти ответчики, которые посылают сигнал для отслеживания самолета, вертолета, они отключают цели безопасности. Ну, чтобы невозможно было отследить вертолет, где он летит и в какой зоне находится. Так как на борту вип-персона, и поэтому этот ответчик вполне возможно, что его отключают. А если что-то случается, на что тогда расчет? А если что-то случается, я не знаю, как конкретно вот в этом вертолете, но на самолетах стоит радиомаяк. И при столкновении с землей этот радиомаяк автоматически включается и подает сигнал координаты и по времени. Но это происходит при столкновении, когда маяк понимает, что произошло столкновение с землей. То есть, тогда он автоматически включается. Даже если пилот погибает, то маяк посылает сигналы самостоятельно. То есть, он в штатной ситуации выключен, но как только удар о землю или что-то такое, да, какие-то критерии катастрофы, то тут же он включается? Да, да, это по принципу, когда, знаете, вот если вы там резко тормозите на автомобиле, например, да, то у вас подушка безопасности не сработает. Но если будет столкновение, то она автоматом выскочит и обезопасит водителя. Вот примерно то же самое, только это маяк. При столкновении он срабатывает и автоматом начинает посылать сигналы, координаты местоположения. Ну, судя по всему, в вертолете в этом не было такой системы, поскольку и искали долго, и Турция говорит, что ничего не сфиксировала, никаких аварийных сигналов. Да, возможно, что вертолет устаревший, и на нем такой маяк не стоял. Также известно, что всего в этом кортеже авиационном летели три вертолета. То есть, вертолет, в котором был президент Ирана, и еще два. И вот эти два, они долетели нормально. С другой стороны, говорят, что одна из версий, и основная, похоже, версия на сегодняшний момент, это плохие погодные условия. Так не противоречит этот факт, что два вертолета нормально долетели? Это и версия о погодных условиях. Два командира были готовы к метеоусловиям, или им просто повезло, а один командир не был готов, потому что метеоусловия не могут являться причиной катастрофы. А причиной катастрофы является неподготовленность экипажа пилотировать сложных метеоусловий. Значит, когда экипаж готовится к вылету, он изучает коридор выхода, изучает погоду по трассе, изучает минимально безопасную высоту, ниже которой нельзя снижаться, преследование по этому коридору. То есть, это все изучается заранее, и потом уже вылетает. Они так полетели, ой, а что там, ой, а там оказывается горы, и еще и туман оказывается в горах. Так не бывает, так не готовятся к полету. Поэтому либо повезло этим двоим, либо они готовились. Либо вот этот вот командир, который убил своего президента и себя тоже, видимо, плохо был подготовлен к этому полету конкретно. Андрей Александрович, а вот плохие погодные условия для вертолета, это вообще насколько серьезно, в отличие от самолетов, скажем, как в этих условиях вертолет ориентируется в пространстве? Ну, вертолет в горах летает визуально. И если там по прогнозу ожидался туман, то они вообще должны были лететь или выше тумана, подняться. Ну, туман обычно там, ну, 200-300 метров высоты. Он же не бывает там высотой. А вертолет может летать на какой высоте? Ну, до 5000 метров может подниматься. Смотря какой вертолет. Ну, в среднем где-то 4-5 тысяч. Поэтому надо было либо не вылетать вообще, переждать, пока туман закончится. Либо надо было лететь выше. А выше, может, тоже с целью безопасности. Не хотели над горами лететь. Либо горы там высокие, и нет возможности их облететь сверху. То, что экипаж был не подготовлен, это уже видно. Ну, вот они попали в туман, и, можно сказать, в тумане заблудились и столкнулись с горой. Насколько вероятно, что причиной этой катастрофы была диверсия? До вероятности я бы сказал, что это ноль. Потому что, во-первых, надо знать, в каком вертолете летит президент. Правильно? Летят три вертолета. Он мог лететь в любом из этих трех. Это первое. Второе. Если бы это была диверсия, то тогда бы было логично сбить все три вертолета для надежности. А не какой-то один. И потом думать, угадал ты или не угадал. А третье. Надо отследить этот вертолет. Надо быть уверенным, что он полетит именно по этой трассе, а не по другой. Ну, как вот вы себе представляете? Сидит в кустах какой-то с ракетой, земля-воздух. И сидит, ждет, пока над ним пролетят вертолеты. Еще сидит в тумане. Еще и не видит, кто летит, когда летит, во сколько летит. Нет, я думаю, что это тот же случай, как и с президентом Польши. Там тоже туман. Там тоже неподготовленность экипажа. И тоже катастрофа. Очень похоже. А могли ли вы не ракеты сбить, а что-то сломать? Да нет, это государственный визит. Вертолеты охраняются, обслуживаются. К ним очень пристальное внимание и с технической точки зрения, и с безопасностью. Уже после записи этого интервью появились новые подробности крушения вертолета президента Ирана. Как сообщил глава его администрации, которая летела в другом вертолете, погода была нормальной, тумана не было. Вот цитата. Но потом он скончался от травм, полученных при крушении. В свою очередь, Генштаб Вооруженных сил Ирана публиковал отчет с предварительными результатами расследования катастрофы. Из него следует, что никаких следов пуль на корпусе разбившегося вертолета не обнаружено. Геликоптер загорелся после того, как столкнулся с горой. Впрочем, версия о том, что катастрофа могла быть подстроена, пока еще окончательно не отвергнута. Но если так, то кому могла быть выгодна смерть Рейси? И вообще, что он был за политик? Об этом говорим с политологом, востоковедом, преподавателем экономического факультета РУДН Фархадом Ибрагимовым. Фигура президента в Иране. Мы понимаем, что это не самый главный человек в стране. Давайте объясним полномочия его и насколько велик политический вес президента. Согласно государственной системе Ирана, иерархии Исламской Республики, президент – это второй человек. Первым человеком, ответственным лицом, который за все отвечает и принимает все решения в стране – это верховный лидер Ирана. Рахбард, как его еще называют. В данном случае это Али Ахамениев. Что же касается президента, то в его полномочия входят экономические обязанности. Он контролирует всю экономику, социальную сферу, культуру, спорт. То есть, если, например, в казне нет денег, если, допустим, поезда ходят не по расписанию, условно скажем, да, если существуют какие-то перебои от электроэнергии, если проблема с допуском, например, иранских спортсменов или культура отмена происходит иранская где-нибудь в мире, за это все отвечает президент. Но, конечно, если так посмотреть на все это, то, грубо говоря, президент – это, скорее, такой премьер-министр в его распоряжении правительства. Министры, которых он контролирует, также еще пять вице-президентов. У них ранее тоже был институт председателя правительства, но несколько лет назад, лет 10 или 15, точно не вспомню, они от этого отказались. И вот, собственно говоря, ввели институт вице-президентства, где вице-президенты исполняют роль вице-премьеров. Что же касается авторитета, то тут надо отметить, что все зависит, конечно же, от личности того или иного президента, насколько он может быть влиятельным. Если он везет себя аморфно, соответственно, верховный лидер к нему особо не прислушивается. В случае же с Ибрагимом Раиси, то надо здесь отметить, что Хамени к нему прислушивался, поскольку сам Раиси был вхож в окружение верховного лидера. И Раиси смог завоевать такой авторитет, репутацию, которая позволяла ему, скажем так, вырабатывать те или иные внутриполитические или внешнеполитические решения, на которые Хамени опирался. Потом, соответственно, принимал окончательные решения на основании того, что ему главовил Раиси. На Раиси возлагали очень много надежд, потому что, собственно говоря, в нем видели будущего верховного лидера страны. Думали, что как раз-таки транзит власти произойдет в скором времени в связи с тем, что Хамени в таком довольно достопочтенном возрасте, уже человеку 85 лет. И как бы, в принципе, Раиси, человек, который является этим государственником, он очень долгое время находился в судебной системе Ирана, он начинал свою карьеру не как политик, а как больше человек, который относится к юридической такой плоскости. Свою карьеру начал с того, что стал главным прокурором Тегерана в довольно молодом возрасте, 25-26 лет. И он в этой, скажем так, карьере достиг статуса главы судебной власти Ирана. И вот до 2021 года, до того, как прошли президентские выборы, он не был избран президентом, он находился в этом статусе. Так что вот здесь, конечно же, к Раиси очень серьезно прислушивались. И потом Раиси себя проявил довольно умелым и проблематичным политиком, который смог выстроить взаимоотношения со всеми беднями власти, с разными элитами, которые между собой конкурируют. Хотя, казалось бы, он консерватор должен был занять какую-то определенную линию поведения, выстроить, которая могла бы не вписываться в нормы той или иной части элиты и эстеблишмента. Но Раиси оказался очень умелым переговорщиком. Кстати говоря, его внешняя политика, которую он так или иначе проводил, она это и свидетельствует. Хотя, казалось бы, консерваторы довольно жесткие, непримиримые, а уж представители судебной власти, сурово судебной власти тактимбовывали. Но вот Раиси, конечно же, себя зарекомендовал как политик, и поэтому Хаммедий к нему прислушивался. Поэтому в данном конкретном случае я бы хотел особо это отметить. Немножко на то, что президент, хоть и являлся старым человеком, и, казалось бы, с точки зрения Конституции, он не особо ничего не решает, но с точки зрения внешней и внутренней политики безопасности, Раиси многое решал. На слово Раиси от мнения Раиси очень многое зависело. Иран поэтому именно при Раиси вступил в ШОС, окончательно оформил свои отношения с этой организацией, хотя Иран в 18-й стал предбанником этой структуры. Иран вступил в БРИКС, это вообще было неожиданно для многих, это была тоже заслуга Раиси. Раиси как раз-таки взял курс на более тесные и углубленные отношения с Россией и с Китаем, хотя, казалось бы, до него были другие президенты, которые особо к западу не кивчут не питали, но пытались хоть в какой-то степени так или иначе балансировать, или вели себя крайне, ну, скажем так, жестко, что не вписывалось в рамки международных отношений. Например, Ахмадин Нижат и его порой неадекватные заявления по ядерному оружию. И, собственно говоря, вот здесь как раз-таки Раиси, у которого мало кто верил еще три года назад, впоследствии начался показывать. И он заявил о том, что его главная задача – это нормализация экономической ситуации в стране и выстраивание нормальных экономических связей со внешним миром. При том, что он даже не отказывался от контактов с Западом. С точки зрения восстановления ядерной сделки, с которой демонстративно трамп вышел в 18-м году в предыдущей администрации до Раиси, на которой была Рухани, если вы помните, она, собственно говоря, провалилась по этому вопросу, ничего не смогли сделать. А вот Раиси это смог сделать, и это, конечно же, ставится ему в заслугу. Ну, в каком смысле? Он хотя бы запустил процесс, потому что бы хоть как-то нормализовать отношения. Другое дело, что американцы стали менее сговорчивыми, но это уже проблема американцев, а не иранцев. Кому выгодно, а кому невыгодно смерть Раиси? Гибель это, не всякого сомнения, трагедия для российско-иранских отношений, для китайско-иранских отношений. Потому что, действительно, этот человек за последние два года провел серьезное переформатирование отношений Ирана со своими соседними государствами. Иран, наконец-то, определился со своей геополитической идеологией. Конечно, его смерть невыгодна тем странам и тем лицам, которые были заинтересованы в Иране, как государство, которое будет принимать по-настоящему ответственные решения, которое может позволить себе влиять на верховного лидера, по-русски, в смысле слова. И выработки тех или иных решений, которые позволят Ирану быть еще более независимым. Но, если говорить, кому выгодна эта смерть, то явно тем, кто, конечно же, хочет видеть в Иране страну, как своего, скажем так, вассала. И, кстати говоря, будем откровенны, и в Иране самом деле были люди, которые были недовольны и не хотели, например, видеть в нем верховного лидера будущего. И не хотели, чтобы он дальше оставался президентом. Есть же те же самые реформаторы, находящиеся сейчас в оппозиции, которые, конечно, я абсолютно уверен, что они не могли быть причастны к трагедии, понятное дело. Но понятно, что особо печали там и нет никакой. Это их внутреполитические такие разногласия, которые не являются секретом ни для кого. И даже иранская пресса об этом очень часто говорит, что да, действительно, Рейси был очень неудобной фигурой для тех, кто видел в нем соперника и конкурента. Вот здесь я бы хотел акцентировать внимание. Были ли вы ранее такие серьезные внутренние противоречия, которые могли бы спровоцировать крушение этого вертолета? Нет, я думаю, что нет. Я вам больше скажу, даже вот эта конспирологическая версия по поводу Штатов, я даже с ней позволю себе не согласиться, потому что, как бы это, может быть, довольно странно ни звучало, Рейси, при всей его консервативности, при всей его традиционности, при всем при том, что он довольно жестко его настроен в отношении Штатов, он проявил себя на посту президента как человек, который готов договариваться, который способен вести переговоры. Все-таки, когда он только стал президентом в 1921 году, одним из его первых решений это была попытка сеять за стол переговоров со Штатами. Кстати говоря, это была инициатива нашей страны, которая была заинтересована в том, чтобы ядерная сделка была восстановлена. 21-й год был, и тогда Рейси это приглашение наше принял. Американцы поддержали его, но ни о чем не договорились, потому что американцы были слишком несговорчивы. Такая попытка была проведена еще второй раз, в 22-м году, в августе. Думали, что все восстановится, не восстановились. И тогда уже окончательно для себя Рейси точно понял, что вести какой-либо переговорный процесс Запада не имеет никакого смысла. Что нужно Ирану окончательно определиться с выбором. За кого он? За западный или за восточный фланг? Ну и, конечно, выбор, очевидно, полно восточном направлении, потому что Рейси видел в России и Китае будущее, как раз-таки те страны, которые сформируют новый мирополядок, сформируют многополярный мир и расстановят новый баланс сил. И в Евразии, и вообще в мире. Это вовсе не означало, что Иран готов был в какой-то войне с американцами, или готов был, допустим, разрывать отношения даже на уровне какой-то нелинейной дипломатии на территории тех или иных стран. Нет, он готов был. Но на тех равных условиях, которые иранцы выдвигали. Кого теперь самый высокий шанс стать президентом и преемником Айталы? С большой долей вероятности, новым президентом Ирану станет нынешний первый вице-президент, и по совместительству времяисполняющий обязанности президента Мохаммед Мохбер, человек, который был одним из самых близких в окружении России, которому он доверял, которому он как раз-таки формировал те или иные экономические и внешнеполитические вопросы, и повестку соответствующую. То есть я думаю, что как раз-таки Мохбер им и станет негаром, ему было отвезено 50 дней. Ну, согласно Конституции Ирана, тем не менее, такой был срок, некий испытательный, подразумевающий следующее, что если он себя за это время проявит как эффективный менеджер, как человек, который умеет решать проблемы, то Хаммедий даст, скажем так, одобрение на то, чтобы тот выдвигал свою кандидатуру на пост президента от консервативных сил, и, собственно говоря, большую долю вероятности он выиграл, потому что сейчас консерваторы в Иране превалируют и в парламенте, и в других кризисах власти, реформаторы сейчас в жесткой оппозиции, и они составляют нишество. Так что, скорее всего, будущим предметом будет Мохаммед Мохбер, но все может измениться в мгновение, если вдруг он даст какую-то осечку. Это первый момент. Второй момент, что касается того, кто может быть преемником верховного лидера, то, конечно, Раисик уже мертв, считали, что вероятным преемником на этом посту будет он, но в связи с случившимся возможным преемником Хаммед Мохштаба Хаммед Мохштаба Хаммеда, который тоже себя довольно активно проявляет среди армий священнослужителей, которые занялись политикой. Тоже довольно знаковая, значимая фигура, но, конечно же, есть еще и другие. Мохштаб Ахиды, так называемые, специальные такие, скажем так, священнослужители довольно высокого ранга, которые входят в асамбль лей-экспертов, Эбраган, который называется, играет таким неким национальным парламентом, который выбирает, собственно говоря, верховного лидера и определяет тоже курс страны в целом, идеологический курс. Они смотрят это тем, чтобы Иран как бы соблюдал каноны и нормы Исламской Республики. Так вот, возможно, кто-то из этих мул и может стать будущим лидером, и, возможно, не пока что его официально не объявляют, кто может быть его преемником, потому что может быть очень много споров, определенный раздрай, может начаться определенная турбуленция в системе, а это очень может показаться, скажем так, жизнеспособности системы Исламской Республики. Ну вот интересно, да, то есть до гибели Раиси сын Ихамнии имел меньше шансов стать верховным лидером, а теперь эти шансы увеличились? Примерно равные у них были шансы, примерно равные, но шансы, конечно же, кратно увеличатся, если я бы так сказал, кратно. Очень многие делали ставку на, скажем так, Ислаха не до того, как Раиси погиб. И я вам скажу, что даже поговаривали, что Раиси даже готов был отказаться от должности верховного лидера, потому что его все устраивало на той позиции, в которой он остановился, на должность президента. Поэтому, как бы, в принципе, считалось, что вообще Раиси, как президент, конечно, очень даже неплох, но в качестве верховного лидера он не тянет. Даже такое тоже говорили. На сегодня все. Это была программа «Научный факт». Я Руслан Бустров. До встречи.